Вы знаете, не вопрос даже, а какой-то крик души. Виктор Андреевич, я его очень люблю как человека, но прийти на такой волне Майдана, да, и ничего. И сейчас два года уже такая кровь пролилась. В конце концов, прийти на крови, вот всем руководителям Украины, я не хочу говорить персонально, всем абсолютно, без исключения, и ничего. Ну разве можно так? Ну, оранжевая революция я никогда не забуду. Мы сразу после избрания Ющенко, он меня пригласил на несколько дней в Карпаты. Буковель, да? Буковель, но ему было очень плохо. Он там проходил через многочасовые медицинские процедуры. Каждый день мы будем, чтобы представить, это было время, когда он должен был назначить премьер-министра, придумать основных министров. Он ни с кем не встречался, но даже со мной, мы хотели хоть какую-то пресс-конференцию провести 15 минут, мы четыре раза его отменяли, эту пресс-конференцию, потому что ему в последний раз в момент становилось физически плохо. Его все время тошнило. Ну, поэтому, ну один раз мы все равно поднялись на лифт этот, на канатку, и мы на лыжах. И я помню вот эту реакцию молодых людей, все там ручкой махали, там все улыбались. И вот я ему сказал, вот такая эйфорическая, восторженная молодая нация. Вот грузины, они более уставшие, мы более так многотысячный возраст, чуть-чуть более циничный. Украинцы, они, несмотря на то, что богатые очень истории, все равно более молодая гораздо нация. И психологически очень такая энергетика, такая юношеская, восторженная, хочется верить в что-то хорошее. И давай, и делай. Чудеса можно делать. Все, что угодно. Я ему тогда сказал, вот с этими людьми, вот когда мы на канатке друг с другом сидели, просто чудеса можно делать.